Привет! Как дела? Сегодня мы идем с вами в Петропавловскую крепость на Арктический салон 2023. Посмотрим, что там в этом году представлено. Так вот, карта. И тут расписаны все полярные станции. Главная сцена. Это прямо рядышком тут выставка детская, деловая. Молодежное. Фото из Арктики. Надо будет сделать Санкт-Петербург в Арктике. Арктический квест. В общем, очень много всяких развлечений. Но меня больше всего интересует арктический транспорт. В том году я его немножечко показывала. В этом году, надеюсь, если будет, поподробнее расскажу и покажу, что там представлено. Вот вертолет взлетает. Поехали! У-у-у! Меня уносит! Класс! Вот такие вот обзорные экскурсии можно совершить в Петербурге на вертолете. По-моему, стоит около 5 тысяч один билет. И такая экскурсия находится рядом с Петропавловской крепостью. Да, 5 тысяч стоит время в полете 10-15 минут. И вот такой вот маршрут он совершает над центром Санкт-Петербурга. и возвращается обратно к Петропавловской крепости. Ну, а мы идем дальше в начало экспозиции арктического салона. И посмотрим, что там представлено. Какой-то ледокол написано, судя по карте. Будем надеяться, что что-то интересное. Итак, вот здесь вот начинается арктический салон. И мы идем в начало экспозиции. Нам вот туда. Мужчина лежит, загорает. Здесь часто местные жители загорают. Купаться запрещено в Неве и в водоемах. Но загорать люди приходят. Тут какие-то глубоководные технологии представлены. Елло сабмарин. Тут учат вязать морские узлы. Так, Санкт-Петербург. Ноль километров. Певек. Пять тысяч восемьсот пятьдесят восемь. Полярная станция Санкт-Петербург в Арктике. Якутск. Амдерма. Обалдеть. Так, пошли посмотрим, что здесь у нас. Здравствуйте. Что представлено здесь? У нас тут интересные ледоколы. Это все, которые есть или часть? Часть только, да. Но все места в Петербурге, которые вносят вклад в развитие Арктики. Предприятия, музеи, парки связанные, ледоколы. Хорошо, спасибо. Пойдем посмотрим. Росатом флот. Атомный ледокол. Пятьдесят лет победы. И это у нас атомный ледокол Арктика. Даже с вертолета на площадке. И с катером. И спасательной шлюпкой. Росатом флот. Многофункциональное судно. Атомно-технического обслуживания. Айсберг. Это у нас атомный ледокол Ямао. Проект 10 521. Вот такие вот зубы акулы. Ленин. Атомный ледокол. Проект 92. С флагом Советского Союза. Атомный ледокол. Леонид Брежнев. Здесь окошко треснуло. Тоже Ленин. Мурманск. Не написано, что это за катер или ледокол. Это у нас Арктика. Ледокол или катер. Это 50 лет победы. Значит, это автономный необитаемый подводный аппарат, сокращенно АНПА, который несет на себе подводный спектограф для изучения морских глубин. Правильно? Интересно. Триумф ворота в Арктику. Это какие-то объекты. Рождение арктического атома. Обалдеть, как красиво. АНПА! Макинопад. Макинопад. Эпоха пара, Герман, Светогор, Павел. Амуры и малочисленные народы Севера. Эпоха парус. А вот и машинки арктические. Давай, возвращайся. Не, походу, он не собирается возвращаться. Уехал. А, нет, он кружочек. Круг почета решил сделать. Чуть не задавил меня. Надо было вовремя смыться. Ну и тут вот еще несколько интересных машин. Архангт. Снега, болотоход. Ну, это прямо красавчик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... И вот такие вот тут кнопки управления, руль и две педали. И вот такая вот окраска специально для Арктики. Интересно. Это у нас вездеход Пластун Инспектор Люкс. Тоже двери наверх открываются. Также есть топорик, пломб и лопата. И вот такая вот включенница. Конечно же, российский флаг на багажнике. Так, а тут у нас что? Мотор. Какой интересный мотор. Если бы я что-нибудь в нем понимала, конечно. Но так, снимаю. Кому интересно, могут посмотреть. И вот такой вот на огромных колесах Архант. Это, наверное, вездеход. Ага, тут вход спереди. Такие сидения. И сзади такой вид красивый. Розеточки. То есть есть генератор, видимо. Сюда можно подключиться. Говорят, он и плавает. Обогревает. Снега, болотоход, Архант. Вообще, с меня ростом. Колесо. Только для дизельного топлива написано. Вот такие вот машинки бегают по Арктике. В Петропавловской крепости, как всегда, людно. Много туристов. А мы идем на стойку информации. Возьмем карту. Посмотрим, что тут еще есть. Изучила я карту. Идем. Посмотрим номер 11. Чун. Вот сюда вот. Что же там за чун такой находится? Пошли. Посмотрим. Нам надо повернуть налево. Ага. А, вижу. Красиво. Такой вот чун. Туда внутрь можно зайти. Украшенные разноцветными ленточками. А внутри еще и куколки какие-то чукотские. Вот мы в чуме находимся. Я точу ножики. Люди завязывают ленточки, загадывают желания. Хорошие мысли посылают в космос. Вот я взяла себе тоже ленточку. Сейчас буду завязывать и загадывать желания. Так, теперь идем, смотрим номер 2, 3 детская и выставка. И это прямо у бастиона. Это вот туда, чуть-чуть подальше. Ну и вот он, бастион. И знакомые арктические мишки. Уже вижу их. Тут что-то для детей. Развлечение. Сейчас посмотрим, что тут в детском павильоне. Татушки делают. Обалдеть. Если что, кратчика грифолиогенная. А мы пойдем вот с мишками фоткаться. Уйдите от них без ума, как всегда. Так, ну, натанцевала себя с медведем. Сейчас тут еще оленя сфотографируем. Какой красивый. И волк. Ну, вот, пожалуй, вся выставка. Поехали домой. В том году красиво было. Но если очередь небольшая, то сфоткаемся. Мне этот зал так нравится. Красивый. Ну что, постою я, очередь сфотографируюсь. Говорят, фотографию сразу распечатывают. Посмотрим. Давай вместе. Давай вместе сфотографируем. Сейчас потом отсекрепляем. Ну, давай. Ну, давай. Смотрите, как видите, украшеный дом. А вот здесь стоит человек. Это же прямо комбинезон саньяк. За мне. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...